Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска двигатель 2.4 бензин полный привод на этом автомобиле пробег 253 тысячи километров коробка автомат сегодня на нем мы заменим в противотуманных фарах уберем лампы и поставим там светодиодные лампы человек говорит мне из недорогой линейки из недорогой серии чтобы были как ходовые огни можно вытащить туманку вперед не снимая подкрылка можно снять подкрылок но здесь уже противотуманку вытаскивали она болтается правая я покажу почему это происходит когда вытаскивают клипса на шарик защелкивается, которая туманка она высыхает и ломается также заменим в задних фонарях габаритные лампочки тоже поставим светодиодные сама противотуманка уже внутри немножко амальгама попортилась благо туда попадала вот она болтается здесь спереди есть защелка берем отвертку вот шарик вот клипса вот эта клипса разломана этот шарик защелкивается в нее и поэтому пройдет туманку лучше снимать не так как я ее снял я уже знал что здесь сломано а снимать подкрылок и изнутри менять лампочку а здесь ксенон стоял здесь ксенон стоял клипсу можно снять только изнутри надавив фиксаторы отсюда она сама не отщелкнется достаём проводку так ну здесь получается блоки спрятаны нам питание все равно с блока снимать сейчас я достану провод с блока достал я разъем сразу возьму его брызну нано протеком чтобы он не окислялся лампа идет здесь HB4 использовать будем фирмы просвет HB4 лампу вот такая это недорогая линейка поэтому будут использоваться как ходовые огни вот такой чип есть сразу свой блок здесь я посадочное маленько почистил берем лампу устанавливаем ее в гнездо все лампу установили подключаем ее к разъему лампу защелкивать я ее пока не буду сейчас сейчас попробуем как она будет светить конечно с ксеноном не сравнить защелкиваю защелкиваю на место вот лампа светит светодиодная вот ксенон светит разница конечно лампу есть но здесь белый свет и правилами он не запрещен законом не запрещен поэтому решили установить его лампу снимаем со второй стороны и меняем вторую сторону вторую сторону я решил туманку не выдергивать а показать как можно не особо разбирая часть подкрылка отодвинуть и также подобраться к лампочке снимаем вот этот саморез снимаем здесь его нет снимаем вот этот болт также снимаем вот эту клипсу и можем уже вот эту часть подкрылка вот так отодвинуть что нам дает здесь удобно добраться до лампы вот она лампа также берем новую устанавливаем лампочку я поставил разъем также смажу защелкиваем его и крепим провод чтобы он у нас не дребезжал к проводке хомутом хорошо китайцы придумали ленточные хомуты и скотч замечательная замечательная лампу 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 Продолжение следует... Так, сейчас посмотрю саморез. Есть у меня такой нету. Именно такого нету, но какой-то есть. Вот так вот будет стоять. Проверяю. Все, обе туманки работают. И левая. Ну, свет одинаковый. Свет белый, свет не синий. Вопросов уже задавать не будут. Идем сзади. Меняем сзади. Здесь светит, здесь не светит. Также с другой стороны здесь светит, здесь не светит габарит. Здесь обшивка делится на две части. Смотрите. 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 Здесь было достаточно угол немножко снять. Чтобы начать отрывать вторую часть. Вот наш габарит. Поворачиваем патрон и вытаскиваем его. Вот такие вот светодиодные лампы взял. Пятидиодный диод керамический. Так, не светит. Так, светит. Проверю его на контакт, как он. Вставляем, поворачиваем. И так же со второй стороны. От времени, от ламп, патрон уже подгорел, крошится. Вот он. Ставим диод. Так, не светит. Так, не светит. Против часовой стрелки вытаскивается, по часовой стрелке вставляется. Проверяем. Отсвечивает. Но видно, что светится. Ну и сразу туда и внутри диод заменим. Здесь крышка снимается у нас. Вот. 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 что я хочу сказать здесь со стороны вот сейчас там светодиод видно он стоит а так там колпак с отражателями как вот здесь вот он и от времени и видать лампа его нагрела настолько что он стал крошится вот он он крошится и рассыпается светодиод получается длиннее начал вставлять и он начал разваливаться с той стороны я уже снял фонарь и вот эту часть я всю раскрошил и вытащил сейчас здесь с этой стороны также снимаю фонарь чтобы его снять фонарь нужно открутить во первых вытащил лампочку разъем снял габарит снял и откручиваем три гайки видно здесь плохо ключик на 10 ослабляем крутятся легко все открутил я три гайки теперь берем снимаем фонарь сбоку он сидит на клипсе вот такой вот фонарь что я теперь буду делать вот здесь по бокам есть фиксаторы они красные цвета они фиксируют колпачок который цвет лампочки придает сейчас убрав его а убирать его в любом случае на потому что он раскрошился и будет там греметь мало того он будет греметь он еще будет кончать амальгаму и теперь нам надо их раскрошить раскрошить как вот через это отверстие длинными круглогубцами ловите ломать вот такие вот штучки сюда вставляем и смотрим вот так ловим и ломаем как это показывает танцы с бубнами я не смогу так и буду сейчас вы еживаться как раз вытащил уже покажу вот они куски высыпаются которые мелкие такие вот разбираем все ничего внутри нету также здесь колбы красные нету устанавливаем на место фонарь и прикручиваем три гайки на место все гайки я прикрутил здесь закручиваете наживлять удобно шпильки длинные вставляем на место патрон лампы поворота поворачиваем его окошко маленькое конечно неудобно но при желании все это можно сделать проверяем работает теперь есть габарит вот такой немного неудобный но геморрой а все что осталось от этих отражателей вот на полу я раскрошил вот таким макаром выламывал и вытаскивал на этом все лампочки в противотуманках и в габаритах задних мы задних фонарях мы заменили всего вам доброго